Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре хэтчбэк Киа Сид. На видео автомобиль в комплектации GT Line Plus с бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля – белый перламутр. Диски литые, 17-дюймовые, с шинами размерностью 225х45, задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала окрашены в черный глянец, а ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений комбинированная из кожи и алькантары. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Сиденье оснащено электрорегулировкой поясничного подпора. На водительской двери расположен блок управления памятью водительского сиденья. В память можно сохранить две различные настройки. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Противотуманки расположены в блоке основной фары со стороны решетки радиатора. В переднем бампере расположен парктроник. Автомобиль оснащен ассистентом управления дальним светом. Тонировка сделана дилером дополнительно. Клиренс автомобиля составляет 150 мм. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены в блоках фонарей. Возвращаемся в автомобиль. Кнопка управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка корректора фар. Регулировка яркости панели приборов. Автомобиль оснащен системой предотвращения выезда из полосы движения. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы находится в боковых зеркалах. Кнопка отключения системы стабилизации. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, информацию о давлении в шинах, данной навигации и настройке ассистентов водителя. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Автомобиль оснащен интеллектуальным круиз-контролем с функцией Stop & Go. Дефлекторы системы вентиляции расположены по бокам от дисплея-мультимедийки. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 10,25 дюйма. В автомобиле установлена премиальная акустическая система JBL с шестью динамиками, с сабвуфером и усилителем. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. Автомобиль оснащен телематическими сервисами Kia Connect. Это дает возможность дистанционного запуска двигателя и дистанционного управления различными функциями автомобиля через приложение на смартфоне. Климат-контроль двухзонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка «А-С» отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка включения электрообогрева лобового стекла. Кнопка включения электрообогрева руля. Кнопки подогрева передних сидений – подогрев трехрежимный. Потолок черного цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. В потолке расположено освещение для водителя и пассажира. В потолочной консоли предусмотрен очечник. В потолке расположена кнопка системы «Эра ГЛОНАСС». Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Крышка подлокотника регулируется по вылету. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. Перед рычагом коробки передач предусмотрены два USB-разъема, розетка на 12 Вольт и беспроводная зарядка. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Кнопка включения камеры заднего вида. Кнопка включения парктроников. Кнопка включения спортивного режима движения. Ручной тормоз электрический с функцией автохолд. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная, 7-ступенчатая, с двумя сцеплениями. При включении задней передачи активируются парктроники и камеры заднего вида. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Снизу предусмотрен USB-разъем. Задние сиденья оснащены двухрежимным подогревом. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. Над дверью предусмотрена ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 395 литров. Слева в багажнике находится розетка на 12 вольт. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Под полом в багажнике расположено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки заднего сиденья необходимо потянуть за рычаг. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Задние сиденья складываются без ступеньки. При сложенных сиденьях объем багажника составляет 1291 литр. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 50 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 1,5 литра, с отдачей 150 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели хэтчбэк KIA SEED в комплектации GT Line Plus с бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Борисхов Юго-Запад. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!